В Абхазии в результате крушения легкомоторного самолета погибли три человека, в том числе ребенок. Все они россияне. В Сочи обсудили стратегию развития курорта до 2030 года. В нее может войти и строительство мусороперерабатывающего завода. В городе началось цветение амброзии и борьба с этим аллергеном. Инспекторы проверят даже дачные участки. По каким квитанциям платить адлерцам заводу? Оказывается, возможно, по двум сразу. На несколько часов без света сегодня остались жители соседнего региона. В Крыму произошло полное отключение электроэнергии. Как сообщили некоторые СМИ, случилось все из-за аварии на Кубани. Якобы сбои произошли в Краснодарском крае из-за аномально высоких температур на линии, которая снабжает полуостров электричеством. Однако в своем микроблоге глава региона Вениамин Кондратьев эту версию опроверг. Техническую неисправность системы обнаружили в Ставрополье. Важное уточнение по блэкауту в Крыму. СМИ со ссылкой на Минэнерго России написали, что причина – жара на Кубани. Это не так. Настоящая причина отключения – сработавшая система автоматики на Ставропольской ГРЭС под станция «Центральная». Это же отключение оставило без света и несколько районов Краснодарского края. Сейчас линия уже запитана. Наши энергетики восстановили подачу электроэнергии как в Краснодарском крае, так и в Крыму через Энергомост. Сейчас в Крыму частично восстановили подачу электроэнергии. В ближайшее время свет вновь появится на всем полуострове. Какой высоты должны быть здания в центре Краснодара решали накануне в мэрии краевой столицы. Вениамин Кондратьев провел заседание Градсовета. После долгих обсуждений и дискуссий архитекторы представили доработанный проект. Весь исторический центр схематично разделили на зоны в каждой свой допустимый предел высоты домов. Продолжат тему наши краснодарские коллеги. Не выше 20 метров. Это предельная высота зданий в самом сердце Краснодара. Вдоль бульвара на Красной с прилегающими кварталами. На Краевом Градсовете показывают схему. Оранжевым обозначены участки, где можно возводить дома до 35 метров. Это улица Буденного, Кирова и Кубанская набережная. А вот в районах Ставропольской, Маяковского и первой линии поймы реки Кубань, здания не будут превышать 55 метров. Это около 20 этажей. Голубая зона для высоток до 65 метров. Все эти правила должны учитываться при реконструкции старых жилых кварталов, которые сами горожане сегодня называют Шанхаем. Обращает внимание в Немир Кондратьев и на еще одну проблему. Те наши старенькие домики, в которых живут краснодарцы, в том числе и в исторической части, нужно расселять, нужно решать, но не за счет точной застройки, а только за счет комплексной. Сегодня бизнес, строительный бизнес, он должен не с властью договариваться, а друг с другом. Они должны объединяться тогда между собой, расселять квартал и комплексно его застраивать. Вот только так. А не так урвал 10 соток, и я его сейчас освою или застрою. Вот так не пойдет. Тогда и не будет этой комплексной застройки никогда. Еще одно нововведение для кубанской столицы – принцип 9 кварталов. То есть при застройке одного нужно учитывать еще 8 близлежащих. Например, какие дома или памятники там уже стоят и будут ли новостройки с ними гармонировать. При этом регламентирована должна быть высота и архитектурный вид будущих зданий. В чем смысл? Делаем вот этот квартал, но одновременно обязаны рассмотреть еще 8, которые по периметру. Вот тот самый принцип ансамбля, архитектурной проработки – это ноу-хау, который Краснодар предлагает. Именно наша застройка историческая квартальная к этому нас и подвигла. Давайте посмотрим, а что же у нас на прилегающих кварталов, а сколько там памятников, а как будет восприниматься эта этажность, а как видовые точки, а какие объекты обслуживания нужно разместить. По итогам работы до конца текущего года будут установлены требования к разработке градостроительных регламентов на данную территорию с учетом регулирования и ограничения этажности. Регламентации цветового решения объектов, на основании чего будут разработаны и утверждены градостроительные регламенты. То есть мы пошли дальше. Мы уже говорим не только об этажности, а действительно и о цветовых решениях, архитектурных решениях, о которых необходимо сегодня заострять внимание. Немаловажно определить, на каком расстоянии, например, от памятников архитектуры можно начинать стройку. Это так называемая охранная зона. Сегодня экспертизу проводят организации, в основном по заказу самих застройщиков. Зачем мы сейчас обманываем? Ну какая там может быть объективность? Эксперты получают лицензию, во-первых, Министерство культурной федерации и за каждый проект отчитываются. Если какие-то из их проектов не пройдут ни публичные слушания, ни экспертиза, если будет оспорено, то они могут отозвать лицензию, такие фирмы не будут работать. Коллеги, давайте сегодня обманывать, у нас общественные слушания хоть когда-нибудь нормально вообще проходили. Можем создать государственные учреждения? Можем. До конца года благоустроить в Краснодаре должны пять зеленых зон и восемь крупных живых массивов, в их числе площади возле кинотеатра «Болгария» и перед Екатерининским залом, Вишняковский сквер и бульвар «Дальний». Чтобы успеть к сроку, работу там нужно начать хотя бы в сентябре. Благоустройство краевой столицы. На это выделено практически 811 миллионов. И к концу года мы должны уже увидеть результат. Это же благоустройство городской среды. Благоустройство там, где непосредственно живут люди. Вы диалог с людьми еще должны наладить, их мнение спросить. Это преступная медлительность, которая, по большому счету, не может ничем быть оправдана. Все предложенные решения участники городсовета поддержали. В частности, был одобрен регламент высотности. Власть должна выработать правила застройки Краснодара, исторического центра в том числе. И застройщики просто должны следовать этим правилам. Вот именно следовать, а не играть по правилам. Но прежде чем официально утвердить все эти правила, их вынесут на публичные слушания. И только после того, как свое согласие дадут краснодарцы, нововведения будут окончательно приняты. Мария Крошина, Денис Перец и Алексей Комаров. Кубань-24. Краснодар. В Сочи обсудили стратегию развития курорта до 2030 года. Встреча представителей общественности, бизнеса, руководителей различных структур состоялась в администрации города. Члены Леонтьевского центра готовят схему социально-экономического развития всего Краснодарского края. Там должны быть изложены приоритетные направления в виде дальнейших федеральных программ, которые будут продвигаться и финансироваться. Сочинским чиновникам необходимо принять в этом самое активное участие, отметил первый вице-мэр Анатолий Рыков. Наша задача с вами из этих документов сделать перечень конкретных проектов, которые были бы реализованы с 2017 по 2030 год и оправдали те ожидания, на которых мы с вами, собственно говоря, и основываем свое развитие. Если вы не заложите эти вещи в стратегию развития края, прежде всего, потому что именно она будет согласовываться и видеться в федеральном уровне, то потом до 2030 года вы можете вздыхать и спрашивать, почему у вашей отрасли ничего не происходит с точки зрения внимания федерации и регионов. По словам разработчиков, Сочи занимает в документе особое положение. Специалисты называют его отдельной агломерацией. Городу доверяются ключевые федеральные проекты, и он успешно их реализует. Как отметил депутат Госдумы Константин Затулин, который вышел на видеосвязь, главное, чтобы стратегия развития Сочи не противоречила стратегии развития Краснодарского края и наоборот. В документе множество аспектов, касающихся инфраструктуры, экономики, туристического потенциала, но все они не будут иметь успеха без решения экологических проблем. В Сочи проблема мусоропереработки, вывоза, захоронения отходов является одной из важнейших. Сейчас на различных уровнях согласовывается строительство завода по термической переработке мусора в электроэнергию по проекту, распространенному по всей Европе. Уже утверждена программа по строительству таких же объектов в Подмосковье и Казани. Необходимо включить в нее и Сочи, отметил Константин Затулин. Я знаком с той критикой, которая немедленно стала, особенно в социальных сетях, распространяться в отношении этого завода, поскольку у сочинцев есть плохой опыт существования прежнего мусорожигательного завода. Но это совершенно разные истории, хочу при этом вам сказать. Конечно, все необходимые согласования и на городском, и на федеральном, и на краевом уровне будут проведены. И сейчас речь идет лишь о том, чтобы дать в Сочи шанс на участие в этом проекте. За отсутствие вредных выбросов на таких заводах отвечают герметичные помещения и система фильтрации. Шлак идет на дорожное строительство. Цель – нулевое захоронение, а для сравнения сейчас на свалке идет до 95% мусора. Аналогичные проекты войдут в стратегию наравне с другими масштабными преобразованиями, которые городу в одиночку просто не потянуть. Сюда входит и берега укрепления, и транспортная доступность. Второе важное направление – технология развития цифрового города. Уже сейчас множество услуг стали доступнее и выполняются в несколько кликов. Заказ такси, еды, покупка билетов. В будущем это должно получить еще большее распространение. Так, в городе на одном маршруте уже тестируется программа мониторинга общественного транспорта, когда человек может отслеживать приближение автобусов. В этом же приложении должна быть возможность оплатить проезд. Разработкой концепции «Умный город» занимаются эксперты Национального института информационных технологий и связи Москвы. Они готовят проекты по восьми различным направлениям – образование, здравоохранение, экология, туризм. Также на совещании прозвучало предложение о создании приложения по аналогии с московским «Я гражданин», когда какие-то недочеты в работе можно сфотографировать и направить в ситуационный центр для работы с ними. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». В понедельник на улице Сочи выйдут эвакуаторы. Этому предшествовала большая работа. Проблемы общественного и городского транспорта администрации города решаются ежедневно, причем с участием волонтеров, общественников и представителей средств массовой информации. Сегодня на заседании круглого стола обсуждалась работа единой службы эвакуации. Продолжит Елена Авсецина. Наболевшие вопросы транспорта в городе требовали незамедлительного решения. Тем более они обострились в активный курортный сезон, когда машин стало вдвое больше. Администрация города совместно с сотрудниками ГАИ разработала новую схему организации дорожного движения. Причем она должна быть прозрачной и удобной как для автомобилистов, так и для всех жителей. За основу берется так называемый золотой или чистый квадрат. Каждый называет по-своему, где будет идеальное размещение транспорта. Свободный проезд машин по ранее запруженным улицам. Это улицы Конституции, Рос, Воровского, Островского и Горького, части Московской и Курортного проспекта. В центре Сочи меняется схема парковки машин. Бесплатных мест станет на 50 больше. Где-то знаки, запрещающие стоянку транспорта, убраны, где-то добавлены. В любом случае водителям стоит на это обращать внимание. И с понедельника начинает свою работу служба эвакуации уже в соответствии с новой схемой установки знаков дорожного движения. Эвакуация машин, как обещают представители службы, изменится. Она будет осуществляться как исключительная мера в корректной форме. Под администрацией города считают, этот процесс не должен сравниваться с карательной мерой. Для как населения, так и для жителей города, непосредственно, так же и для наших отдыхающих, которые большого количества приезжают. Он должен быть, все-таки, то, о чем мы говорили, он должен быть не как какой-то там стервятник нападающий и быстро увозящая машина. Здесь действительно должны быть санитары леса, которые действительно нужны обществу. Надеюсь, что так оно у нас сейчас и выйдет, и получится. Установлено 27 знаков, демонтировано их 24, поправили, развернули в необходимом направлении, то есть это обслуживание знаков провели порядка 8, и порядка 8 знаков переставили с целью изменения организации дорожного движения. То есть эта работа, можно сказать, завершена. Но данная работа завершена только в центре Сочи. Дальше по такому же принципу начнется наведение порядка и на других улицах города. В частности, отметили улицу Яна Фабрициуса, где личный транспорт серьезно осложняет проезд общественного по 94 маршруту. Где как раз как воздух необходима установка знаков, остановка запрещена. Для жителей Сочи разработан городской информационный портал, где кроме новостей курорта представлена интерактивная карта, на которой нанесены знаки дорожного движения, платные и бесплатные парковки, штрафстоянки, куда эвакуировали автомобиль с указанием номера телефона. Гелена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. На Кубани из-за жесткой посадки кукурузника пострадали два человека. Оба члена экипажа. Легкомоторный Ан-2 выполнял сельскохозяйственные работы. ЧП произошло в Красноармейском районе. По предварительной версии, жесткая посадка самолета Ан-2 произошла из-за неисправности топливной системы. Оба пилота получили легкие повреждения. А вот в Абхазии также накануне вечером, но уже в результате крушения легкомоторного самолета погибли три человека, в том числе ребенок. Все жертвы крушения – россияне. Кадры с места происшествия опубликовало агентство «Спутник Абхазия». В результате падения легкомоторного прогулочного самолета в Пицунде погибли пилот и два пассажира. Предположительно, пилот не справился с управлением, и самолет рухнул в реку Бзыб, недалеко от Пицунды. В посольстве России в Абхазии сообщили, что все погибшие – россияне. Пассажиры Андрей Уколов, 1987 года рождения, и Екатерина Дарныкина, 2011 года рождения из Москвы, пилот Александр Семенов из Самары. Как сообщают информагентства, шестилетняя девочка, ее мать и отчим отдыхали в частной гостинице в Пицунде. Однако мать, будучи беременной, отказалась от прогулки на самолете. Семья должна была лететь обратно в Москву в четверг, но решила продлить отдых до пятницы. Прокуратура Гагрского района совместно с транспортной прокуратурой Абхазии устанавливают причины произошедшего. По информации МЧС Республики, прогулочный легкомоторный самолет принадлежал коммерческой фирме «Седьмое небо». К слову, это уже второй подобный инцидент за последний месяц. 6 июля при заходе на полевой аэродром Пицунды совершил жесткую посадку самолет, принадлежавший частному лицу. Двое пассажиров – туристы из Москвы – получили травмы различной степени тяжести. В Сочи ожидаются дожди. Синоптики прогнозируют осадки вплоть до воскресенья. Возможны грозы, град, шквалистые усиления ветра. В предгорной и горной зонах риск схода селий. Жителям и гостям Сочи рекомендовано воздержаться от выходов в горы в этот период. В случае происшествия звонить с мобильных телефонов по номеру 010. К другим новостям. В Сочи введен режим карантина. На курорте начинает свести амброзия. Борьба с этим опаснейшим карантинным сорняком ведется сразу несколькими ведомствами. Одни мониторят территорию города, вторые уничтожают опасное для аллергиков растение. Третьи наказывают безучастных горожан, которые игнорируют законодательство в области карантина растений и постановления главы города Сочи о борьбе с амброзией. Для борьбы с амброзией все средства хороши. На территории совхоза «Восход» в ход пошли газонокосилки. Но самый верный способ избавиться от этого карантинного сорняка отмечают специалисты вручную. Это растение лучше сразу вырывать с корнем. Пища богов, пыльца дьявола, зеленый паразит – представитель темного царства сорных растений. Все это об амброзии. Опаснейший сорняк приносит немало хлопоты не только тем, кто трудится на невесельского хозяйства, но и каждому, кто столкнется с его пыльцой, которая буквально на днях может вырваться на волю. Фаза цветения на носу. И, кстати, именно этот орган будет страдать в первую очередь у людей, подверженных аллергическим реакциям. Проявляется особый вид лихорадки, как раздражение, зуд, насморк, чихание, покраснение, слезоточивость глаз. Поэтому сейчас по всему Большому Сочи проходят еще более усиленные мониторинги по выявлению мест произрастания амброзии и ее ликвидации. 40 административных материалов уже находятся в производстве. Постановление о наложении штрафа пришло в том числе и совхозу «Восход». Сейчас начало цветения по биологии этого карантинного объекта. Дальше она будет свести. Свести она будет с учетом наших благополучных погодных условий до середины октября. Поэтому нам надо заканчивать уже борьбу и выходить на какую-то финишную прямую. Горожану надо обратить внимание на свои земельные участки, на дачные участки. Проверяются все. Все землепользователи, все собственники обязаны вести борьбу своими силами на своих земельных участках. Организацией борьбы с амброзией занимается городское управление сельского хозяйства. И вообще эта тема на контроле не только у руководства Сочи, но и в целом Краснодарского края. Местные жители, как показывает практика, не всегда оценивают всю серьезность ситуации. Жителям села Липники сегодня популярно объяснили все последствия. Вопрос в чем? Что скоро будет период цветения, будет пыльца и у многих людей аллергия на него. Понимаете? Почему это так остро для города Сочи стоит? Проблем нету. Мы на вас надеемся. Вообще нет проблем. Люди все прекрасно понимают всю зону ответственности, которая может здесь возникнуть и к чему она может привести. Поэтому максимально отрабатывают и сами, и в том числе и с нашим участием, и с сотрудниками Росприроднадзора и управления сельского хозяйства. Местные жители во всех населенных путях предупреждены. На сходах граждан это один из тех главных вопросов, который сейчас у нас подлежит непосредственно информированному населению. Семена амброзии сохраняют способность к прорастанию и спустя 40 лет. Поэтому сорняк, входящий в список растений, несущих биологическую угрозу, необходимо уничтожать именно в этот период. И, как было сказано специалистами, вместе с корневой системой. Кому платить этим вопросом задаются жители Адлерского района Сочи. На этой неделе они получат сразу две квитанции за воду от коммерческой организации Сочи «Водоканал» и муниципального предприятия «Водоканал». На одной стороне листа счет, на обратной – уведомление. Красным по белому коммерческая организация ООО «Сочи-Водоканал» информирует жителей о необходимости производить оплату им, а не мупу, обозначая, что городское предприятие не соответствует критериям гарантирующей организации. А постановление главы города от 1 июля, согласно которому канализационные сети Адлерского района переходят на обслуживание МУП «Водоканал», находится на обжаловании в краевом арбитражном суде. На первом слушании, говорит руководитель муниципального предприятия Сергей Винарский, в обжаловании суд отказал. Следующее заседание намечено на 7 августа. Я готов, если вы меня это оставите, обратиться с этим в прокуратуру, чтобы были приняты соответствующие меры. Потому что здесь и мошенничество, и дезинформация, то есть здесь есть все. Более того, услуга водоотведения может оказываться и должна оказываться в полном объеме, если организация, которая ее оказывает, осуществляет прием, транспортировку и очистку. Очистные сооружения в Адлерском районе есть только у МУП «Сочи-Водоканал». У «Сочи-Водоканал» сегодня даже договора на очистку не имеют. Что касается статуса гарантирующей организации, то полномочием на его выделение располагают местные органы самоуправления. Руководствуясь этим, глава города и издал постановление с изменением границы деятельности гарантирующих поставщиков. В части водоотведения с 30 июня поставщиком является МУП «Водоканал». Он обслуживает больше 24 тысяч физлиц, жителей Адлерского района и тысяч юридических лиц. Тариф для всех абонентов теперь составляет 22 рубля 75 копеек. Разница с предыдущим тарифом чуть больше 9 рублей. Что касается подачи чистой воды, то с одной стороны реки Мзымта сети обслуживает городское предприятие, а абонентов по другую сторону – ООО «Сочи-Водоканал». Поэтому, получив квитанции от двух организаций, жители должны понимать, к какому из предприятий они относятся. Кстати, возможна и ситуация, что платить придется обеим организациям. Только одной за подачу воды, а другой – за канализование, поскольку сети разные. Больше половины абонентов района обслуживает МУП «Водоканал». Перечень населенных пунктов, на территории которых услуги предоставляет та или иная компания, можно увидеть в постановлении администрации города за номером 1031 от 22 июня. Электронная версия есть на сайте мэрии. Либо позвонив по указанным телефонам. По этим же контактам нужно обращаться в случае нового подключения к сетям водоотведения. Новое оформление документов для действующих абонентов не требуется. Достаточно предоставить договор с прежним поставщиком и сверить показания приборов учета. Это можно сделать в службе сбыта МУП «Водоканал» на улице Кирова, 30. Также специалисты предприятия проведут и поквартирный обход. 46 улиц будет отремонтировано в Хостинском и Центральном районах в этом году. Такие данные были озвучены на встречах с активом этих территорий. Первый заместитель главы города Мугдин Чермит провел совещание по выполнению так называемых «малых дел». В Хостинском районе на начало года в программе «малых дел» значился 231 пункт. 19 уже выполнены, но прибавилось еще 24. Людей волнуют ремонт домов, строительство детских площадок и ремонт дорог. Если благодаря краевой субсидии в Сочи в этом году будет отремонтировано почти 100 улиц, то вот некоторые вопросы, например, прокладка новой линии уличного освещения, быстро решить сложно. Есть огромный комплекс проблем, которые стоят перед нами. Ну, я очень понимаю, что всем хочется сегодня и сейчас, но вместе с тем и люди должны понимать, что чудес не бывает, что по команде «Горб» мы все сразу не сделаем. Тем не менее, в Хостинском районе уже отремонтированы 17 улиц, 3 в работе – это Абовяна, Новороссийское шоссе и дорога на Большой Ахун. Кое-где на уже обновленных улицах по просьбе жителей установят так называемых «лежачих полицейских» или знаки, запрещающие проезд большегрузов. В Центральном районе, куда сразу после Хостинского приехал Мукзин-Чермит, завершен ремонт 27 улиц. В работе – Комсомольская, Пластунская и приулок Ряжский. Завершается ремонт улицы Полтавской. Там за соблюдением графика рабочими следят не только специалисты, но и сами жители. На Крымской спилены аварийные деревья. Обо всем этом просили представители ТОС. Это и есть тот диалог органов власти с активом района, с жителями района, когда люди видят, знают, понимают, когда, каким образом, в какие сроки решаются обозначаемыми ими проблемами. В следующем году по поручению главы Сочи будет начат ремонт междворовых проездов и подъездов к садовым товариществам. Примерная смета работ – 92 миллиона рублей. В Сочи стартовала летняя школа «Наноград». Это одно из центральных событий образовательной программы «Школьная лига Роснано», цель которой – продвижение российских учащихся в естественно-научной сфере. За шесть лет участниками этого проекта стали свыше 700 учебных заведений и около 150 бизнес-компаний, вузов и исследовательских центров. В смене этого года задействовано больше 300 школьников, педагогов и представителей компаний из 26 регионов страны. На 10 дней участники образовательной программы станут жителями «Нанограда» города, где можно не только получить новые знания, но и попробовать себя в роли исследователя и постараться смастерить что-то новое, интересное и полезное общество. За плечами каждого из них серьезные испытания. Из более 20 тысяч участников, прошедших конкурсную программу, в эту смену отобраны 200 сильнейших. Все конкурсные программы проверяются нашими экспертами, ставятся баллы, набирается рейтинг. И затем мы берем первую сотню, в этом году больше нам удалось взять. Поэтому берем тех, кто лучше всего проявили себя в течение года. Ребята приходят по своим интересам, распределяются и в течение 10 дней занимаются, и затем показывают результат. В программе летней школы лекции, посещение 33 мастерских и работа с кейсами производственных компаний. Одна из них занимается разработкой квадрокоптера, массой и грузоподъемностью в 50 килограммов. Куратор подготовила для ребят техническое, маркетинговое и пиар-задание. Мы только недавно начали обдумывать наш кейс, но у ребят уже есть идеи. Они уже думают над дизельным топливом, над облегчением материала. Все, что ребята изучают в школе, все это им очень нужно здесь. Все знания по физике, все знания по химии. Также хочу подметить, что многие ребята знают очень много всего, выходящих за рамки школьной программы. Талантливых ребят из школьной лиги «Роснана» принимает образовательный центр «Сириус». Площадкой для работы города-технопарка стал главный медиа-центр. Здесь представлено многообразие современных технологий, музыкальное и художественное искусство, лабораторные кабинеты, а также музей истории гидропоники. Всероссийский детско-молодежный форум подведет итоги 5 августа. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». И в завершении информации от наших партнеров. Производитель имплантатов из Израиля впервые в Сочи проводит акцию во всех филиалах стоматологической клиники «Валиденталь». Практическая имплантация и протезирование за один день. Во время акции до 31 июля цены снижены на 30%. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеши. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.